Здравствуйте, уважаемые зрители. Наверное, пора начать нам новый цикл роликов ПЛК на минималках. Вот как я обещал. Давайте мы немножко посмотрим. Тут проходит голосование. Вот проголосовал на данный момент 399 человек. На чём будем писать? Есть PDF или Arduino? Как видите, лучшее, что смогла собрать Arduino, это 41%. Частенько бывает 39 на 61 в пользу есть PDF. А поначалу вообще было две трети к одной трети, там 66 на 34. Некоторое время держалось, но потом как бы всё-таки до 41%, как видите, доросло. Но это, конечно, недостаточно. А поскольку у нас демократия, то ждём ещё немного, поскольку мы всё ещё не начали код писать. Ну и там уже будет видно. Хотя, конечно, тенденция меня сильно удивила, что за Arduino не топят 99%. Но я такую тенденцию только приветствую. И поскольку я начал, поскольку я на HDF не писал ничего стоящего, кроме того же примера перерабатывал, то я попробовал одну библиотеку свою портировать с Дурина. Вот. И об этом будет сейчас ролик в том числе. Но и немножко мы поговорим о компонентах. Вот. Тут у нас уже есть некие проблемы. Значит, например, с корпусом. Я, значит, наивный заказал корпуса вот 37 миллиметров, да. Тут вылезает два обычных реле, и вот тут посерединке ещё обычный блок питания стоит. Шалкашка на 220 вольт, но с маленькой мощностью, понятно, там трёхваттный. Вот. Он нам категорически, к сожалению, не подходит, потому что мы решили использовать GSM-модем 7800, а он умудряется кушать до 2 ампер. Поэтому нам нужен блок питания, который нам эти 2 амперы даст. Это вот такой кирпич, если взять это шалка. Вот. Также я хочу поставить реле 30 амперное. Это вот такая дура. И моя наивная надежда, что я смогу на 54-миллиметровом корпусе всё это поставить. Вот. Она успехом не увенчалась, потому что не полезет ни при каких обстоятельствах. Это даже по внешнему габариту корпуса не помещается там полмиллиметра. Вот. Внутри корпус, понятно, миллиметров на 5 меньше. А не корпус, точнее, а плата, которая туда может поставиться. Вот. Переходим к следующему варианту. 72 миллиметра. Туда влезают вот полные 4 обычных релешки без проблем. Вот. В принципе, попытаемся этот корпус использовать при разведении платы. Вот. Если встретим проблемы, то мне, например, очень нравится такой корпус. 95 миллиметров внешний габарит. Это значит, что плата в нём всё ещё меньше 10 сантиметров, поэтому она будет бюджетна в исполнении китайцев в плане производства. Вот. У неё прозрачная крышка. Стоит он те же там под 400 рублей, что и такой корпус. Неважно. Ну, как бы у нас, я не знаю, там, не встречал китов, по крайней мере. Там, 380, что ли. Вот. Тут есть ещё один плюс, помимо прозрачной крышки, что вообще всё видно будет. У него нет ступеньки, что я очень хотел бы избежать. Вот. Мне второй этаж не нужен. Я попытаюсь на одной стороне платы поместиться. Тут пришлось отградить второй этаж, потому что, понятно, БП просто занимает всё место. Вот. Второй этаж плох тем, что длинные пины нужны будут. Они, в общем-то, тоже такая довольно дефицитная вещь. Плюс, ну, некое такое не очень надёжное всё это. Вот. Тут бы было одним этажом всё замечательно, значит. Но. Чем ещё этот корпус мне нравится? Вот разъёмы 7,62. Написать 4, наверное. На 39. Вот. Они сертифицированы до 20 ампер. То есть, конечно, использовать там 5-мм, в принципе, только на подвод питания 220 вольт. Вот. На Орле даже не 30-амперные. Ну, ставить их можно, но вот именно 10-амперные. То есть, если там 16-20, то не стоит. Вот. 7,62 всё хорошо, да, но 30-амперы, но по нормативам не тянет. 30-ампер тянут вот такие 9,5 миллиметров между ногами разъёмы. Но, как видите, если двух, значит, пиновый разъём, он низенький более-менее, хотя тоже он в эту крышку, ну, цепляет. Они ещё и глубокие, они ещё за вот этот вырез идут внутрь. То вот этот разъём, он вообще огромный. То есть, крышку даже эту пилить придётся. Про эти я молчу. То есть, резать придётся много. Тут ещё, видите, они по глубине. В принципе, вот этот весь скос тоже придётся рубить для таких. Вот. Поэтому, как бы, возможно, всё-таки это вот наш единственный шанс. Но когда будем разводить плату, посмотрим, если вот 72, там минус 5, сколько это получается? Ну, 67 миллиметров, если мы вложимся по ширине и длине в один ярус, да, то, ну, может быть, на такой и останемся. Это, значит, то, что сразу вот уже беда-беда, огорчение. Вот. Но, как бы, ничего страшного. Мы всё равно будем. Это многоэтапное будет. Ну, и роликов будет несколько процесс. То есть, мы сделаем схемотехнику, подождём критику рациональную, не видя, что автор никогда ничего не делай, как бы. Ну, такие люди обычно сами ничего не делают, в принципе, и никому, и тем более не делятся своими знаниями. Вот. То есть, может быть, что-то там улучшим. Сразу говорю, идеальную плату получать я не собираюсь, поэтому предложение там, кучу сложной схемотехники использовать я против. Вот. То есть, там, поэтому, как бы, ну, опять же, процесс создания будет в ролике, да, вы всё можете сделать сами и под другой корпус развести под другие детали. Поэтому, как бы, тут проблем не будет. Вот. Так. Это, что касалось вот корпусов и так далее. То есть, мы ждём сейчас, значит, когда у меня свободное время будет, то, что ждать, мы начнём, в общем-то, схему-то ещё без корпусов. Хотя, я говорю, ну, пару корпусов у меня есть, то есть, в принципе, начинать уже есть чего. Есть БПшка, есть реле, есть разъёмы. В общем-то, ну, как бы, вроде как, типа, всё готово. Придётся, конечно, помучиться есть по ЭДФ, потому что у меня опыта нет. Но, опять же, мне это интересно. Вот. Только что времени, конечно, нет. Так. Ну, и поехали дальше, да. Значит, на чём делаем? Я не хочу паять мелочь всякую, мне уже это непросто. Вот. Я понимаю, что тут в комментах напишут куча людей, что они там 0,5 мм с закрытыми глазами паяют. Всё замечательно. У некоторых людей паяльники ужасные. Не, у меня ТС-101, я им доволен. Некоторые флюс не хотят использовать. Ну, как бы тоже тогда мелочь никак не припаять без соплей. Вот. Вариантов масса, да. Мне тоже, как бы, паять вот эти там СМД-22, по-моему, называется, намного проще, чем шагом, там, менее 1,27 мм. Вот. Это 2 мм, по-моему, здесь шаг. Поэтому я хочу использовать вот такой модуль, но на 32-х, понятное дело. То есть наша задача – это получить код, который можно дальше на 32-й платформе использовать. Ну, там, с модификациями для других задач. Вот. Предлагаю попробовать этот Си-2 новый, про который у меня есть ролик. Ну, вот. Значит, стоит он вот в районе 150 рублей за ставкой. А именно в варианте Эспрессива. Потому что в варианте Си-2-12, помните, про который у меня тоже есть ролик на канале, там не хватает одной ноги. Вот. И то, что я хочу использовать, у меня все ноги расписаны. У меня, ну, грубо говоря, одной ноги этой нехватки – это плохо. Вот. Поэтому вот это. Почему еще, значит, Эспрессив какое-то время это будет выпускать, да? То есть проблема кастомных всяких плат, каких бы они там красивые и дешевые не были, вот они год, значит, вышли, а потом вы их не купите в принципе. Поэтому как бы тоже на них делать такое себе удовольствие. Значит, так. Си-2 поддержки в Дурине не имеет, да? И Дурине у нас в третьей версии еще в Альфе. И бог его знает. То есть и на то полгода, наверное, все это бодяга будет длиться. Не факт, что Дурине к тому моменту появится на Си-2 и Си-6, да? Поэтому надо подстраховаться. Предлагаю подстраховаться в варианте эспрессивского модуля на Си-3, который похож на этот, жаль, конечно, у него не совпадают выводы здесь. Мы, короче, возьмем один вывод, да, закоротим его с тем, который есть на этой плате, вот, и будем его использовать как вот дополнительный вывод помимо боковых. Это нам позволит в случае чего на Си-3 собрать такое же устройство, прошивка будет тоже идентична, в общем-то, и уйти на Дурину, если вдруг что. Вот, я считаю, что это оптимально. Опять же, это эспрессив. Да, он, этот модуль дорогой. То есть 10 штук по 3,300 будет стоить за ставкой, да, и 330 рублей. Тут 150 там с копейками, то есть, ну, в два раза дороже даже, с лишним. Печально, но это только сейчас, возможно, как бы, ну, цена на эти модули упадет. Вот, плюс, опять же, я все-таки рассчитываю на вот таком использовать. У меня, я заказал по десятку там и другого, как бы, ну, в общем, поиграться будет чего. Так, ну и поехали. Значит, ESP-ADF, да? Пока, по крайней мере, большинство народу топят за него. Я, как бы, тоже не против. Давайте по поводу демократии, чтобы у вас не было иллюзий, да? Есть такой старый анекдот. Жертву ЕГЭ его, наверное, в принципе, не слышали. Вот, позволю себе его рассказать исторически, а-ля. Сталин вернулся с Елтинской конференции. Идет по Кремлю, как бы, ну, и на встречу ему, я не помню, кто там в оригинале был, но неважно, там, предположим, какой-нибудь Молотов. Вот, и Сталин спрашивает, а товарищ Молотов, а вы знаете, что такое демократия? Ну, Молотов говорит, конечно, товарищ Сталин, демократия – это власть народа. А вот неправильно, товарищ Молотов. Товарищ Рузвельт мне подробно объяснил, что демократия – это власть американского народа. То есть, чтобы вы понимали, да, граница демократии проходит там, где она начинает на горло кому-нибудь, ну, например, автору наступать. Вот, поэтому, как бы, да, по возможности мы будем слышать большинство, да, но, как бы, в жестком противоречии с моим мнением, большинству не победить у меня на канале. Не нравится? На своем делайте, что хотите. Так, и поехали, да? Значит, так, вам понадобится WS-код. Бесплатный, редактор, быстрый, с плагинами. Вообще, не знаю, почему у вас его до сих пор нет, если вдруг нет. Вот. У него есть маркет-приложение Extension. Тут вам надо установить Extension ESP-IDF, остальное он сам подтянет. Набирайте в поиске ESP, вот, и тут вывалившийся куча будет ESP-IDF. Вы его устанавливаете себе. Значит, после установки он... Вот, его надо будет проинициализировать, как бы мне вам это продемонстрировать. А, ну, наверное, вот так. Значит, нажимаем F1, говорим ESP-IDF, и выпадает команда этого модуля. Вам нужно отконфигурировать его. Это делается первый раз только. Запускаем конфигуратор. Ну, тут вот меню можно было тоже выбрать, когда вы выбрали его в качестве плагина. Ну, я не знаю, я использовал Advanced. Значит, выбираем релизный последнюю версию ESP-IDF. Это на данный момент ролик, а сейчас 1 февраля 24-го года. Это 5.1.2. Дулина до сих пор, значит, сидит на 4.4.6 в этой релизе. Вот, если как бы надо понимать. Но мы идем в ногу со временем. 5.1.2. Ну, указываете, куда. Вот, говорите Configure Tool, и он закачает вам и гигабайт, значит, архива с ESP-IDF развернет его, и все необходимые утилиты. Вот, после этого мы можем уже как бы что-то делать. Вот, под видео будет, значит, выложен код демонстрационного примера. Ну, и, соответственно, я нахожу его в каталоге, который я тут... Ну, вы себе скачиваете, да, и говорим добавить. Вот, открываете какой-нибудь файл main. Если у вас тут все красное, а, скорее всего, так поначалу и будет, надо будет нажимать F1, говорите Intel через 2L, и у вас тут команды на IntelliSense. Вам нужно Select Configuration. Вот, и тут он предложит вам чего-нибудь-то выбрать. Давайте, допустим. Ну, неважно. И после этого как бы IntelliSense просканирует. Расканирует include каталоги, и у вас тут можно будет... Во-первых, все красное пропадет, да, во-вторых, вы можете с помощью Ctrl зайти в любой файл. Вот, так. Смотрим, что это дело собирается. Нажимаем кнопку сбора. Вот, все собралось. Ну, первый раз с тобой дольше, у меня просто уже было собрано все... А, ну давайте. Хотя нет, не буду. Не буду я клинить все. Вот, значит, это сейчас под C2. Напоминаю, если у вас другой микроконтроллер, выбирайте тут из списка другой микроконтроллер. Вот, там C3, там S2, S3, просто 32. Вот, код должен работать на других микроконтроллерах. После того, как вы подключите плату, можно выбрать, к какому компорту вы подключены. Значит, в моем случае это C2, да, у него скорость компорта по умолчанию 74.880, нестандартная. Вот, надо ее выбрать лапками. А для этого я иду в экстеншеновые расширения, да. Так, что за ерунда установленная. Вот, у меня SPIDF. Нажимаю на шестеренку, иду в экстеншен сеттингс. Выбираю фолдер проекта, чтобы это были локальные настройки. И могу поменять любую настройку, которая всему этому соответствует. Мне интересует настройка па-па-па-пам, скорости. Не вот, не флеш-ботрейт, а вот, монитор-ботрейт. Вот тут я набираю 74.880. Вот, в общем-то, все. Так, после этого я только в этом проекте у меня будет такая скорость монитора порта. Вот я его когда вызову, он у меня будет на такой скорости. Так, значит, давайте я по коду немножко пробегусь. Так, вот appmain. Значит, если код мой в моей библиотеке C++, поэтому весь файл это main.cpp, его нужно будет обязательно в списке поправить его имя, если вы делаете сами файл. Вот, поэтому поскольку appmain должен называться для линкера именно так, то мы предверяем его extern-c. Это значит, что имена, значит, функции переменных не будут содержать специальных префиксов, там, суффиксов, которые плюсы добавляют. Вот, и appmain будет appmain-ом, вот как есть, да? Больше это никак ни на что не влияет. То есть мы внутри него плюсовый код используем, никаких проблем. Мы не говорим, что это C. Вот, тут стандартная из обычных всех примеров эспрессива, значит, инициализация NWS. Это, если мы посмотрим документацию, которая, в связи с эспрессивом, вообще прекрасная. Вот, expressive.com выбираете ваш МК, выбираете версию EDF, поскольку есть по EDF, поскольку они разные. Вот, и у вас тут прям подробнейше все. Вот, в Storage API есть Non-Valatile Storage Library, вот, NWS, да, тут вот все более-менее описано. Значит, она используется в любом случае, потому что там хранится параметр Wi-Fi, ну, который мы в будущем будем применять. Поэтому, ну, вот этот код в начале APPMain, он почти в каждом примере ESPADF-ных программ используется. Вот, то есть пытаемся инициализировать флэш NWS-ный, если нашли, что нет свободных страниц или полная новая версия, то стираемся и еще раз инициализируем. Вот, сюда мы попадаем, здесь мы заклинимся, если как бы повторная инициализация тоже привела какой-то ошибки. То есть в случае ошибок нам ловить дальше нечего. Вот, а дальше пошла уже моя библиотека. Так, она позволяет удобно более-менее, на мой взгляд, работать с параметрами. Чтобы ее использовать, мы создаем структуру, ну, желательно, нарпакованную. С любым именем совершенно неважно. В этой структуре мы создаем нужные нам поля. в данном случае тут имитация типа имени Wi-Fi, пароль, имя НТП сервера, временная зона, любые типы сюда могут, понятное дело, попадать. Вот. И какой-нибудь там период обновления, например. Значит, мы создаем, подключаем библиотеку параметр .h, она одинаковая во всех случаях вы ее просто себе можете копировать. Вот. Единственный это C++-ный код должен быть. Подключаете эту библиотеку. Вот. В ней есть класс параметр он шаблонизированный. В параметрах шаблона у него какой-то тип, ну вот структура, которую вы в общем-то должны создать. Вот. Поэтому вы создаете этот экземпляр этого класса с параметром шаблона именем этой структуры, которую вы до этого указали, ну и какое-то любое имя. Все. Этим вот переменный конфиг в данном случае экземпляром класса вы можете дальше пользоваться. Значит так, чтобы ей пользоваться, значит, в случае, когда вам нужно сбросить значение конфигурации в какие-то умолчания, ну или при первом запуске, да, нужно процедуру, он, точнее, вызвать метод онклия, который где там он у нас, вот, он, ему на вход передается функционал, не имеющий возвращаемого значения, с единственным параметром, это типом этой структуры, указателем на этот тип. Вот. Функционал удобен тем, что вы можете передать как функцию, которую определить вовне, да, так и лямбду, ну то есть код прям внутри. Вот. Значит, в этой функции либо в лямбде в данном случае я насыщаю параметры значениями по умолчанию, ну просто константами в данном случае, вот, как бы, возможно, какой-то более оптимальный вариант. Значит, к моменту, когда я попаду вот в этот код, эта структура будет зачищена нулями, вот, поскольку, значит, тут будет вызван клеер, который вот сначала делает мемсет нулей. Поэтому, если у вас какие-то значения нулевые, вы можете их здесь не задавать, они и так уже будут автоматом нулевые. Вот, это не виртуальная функция, то есть никакого наследования тут не нужно, и функционал в данном случае реально довольно удобная вещь. Вот, я использую strl-cpi, он отличается от strn-cpi в том, что, значит, будет скопировано не более, чем минус один, ну, точнее, вот параметр величина, минус единица, и нультерминатор будет всегда добавлен. Чтобы сделать эквивалент такой функции с помощью str-cpi, нужно будет еще потом добавить, значит, принудительно последний элемент массива в ноль. Вот, это функция одна, ну, то есть это здесь не нужно. Вот, ну и в чем удобство? Ну, нет, пока тут еще ничего, нормально. То есть, вам передали указательную структуру, вы разуминовываете параметры, у вас автокомплит, понятное дело, работает, вам все это очень просто. Вот, все, больше нам ничего особо делать не нужно с этим классом, вы определяете функцию обнуления, если вам устраивает все нули, там вообще ничего не делайте. Вот, вызываем метод begin этого класса. Он вернет ложь, если какие-то проблемы, ну, как бы в этом случае я не знаю, что делать, я вывожу, что ошибка, и глубокий сон ложись. Вот, все, после этого вы можете пользоваться. Значит, чтобы прочитать значение из параметров, вы используете эту переменную, а потом делаете вид, что это у вас указатель, и разуминовываете, когда у вас вот тоже автокомплит весь работает. То есть, такое впечатление, что поля этой структуры стали полями вашего класса. Вот, это удобно, ну, как бы очевидно, и так далее. И вы совершенно спокойно этим пользуетесь. Если вам нужно этот параметр изменить и сохранить, вы также, делая вид, что вы разуминовываете, делаете какие-то изменения с ним, да, вот, но теперь необходимо его сохранить. Значит, сохраняется это с помощью метода commit, который вернет ложь, если ошибка. Чтобы commit не вызывать просто так, не дергать, например, вы изменили что-то, что по факту не изменило значение параметров, вы можете проверить переменную, делая вид, что она у вас булевая. Это делается за счет того, что переопределяется оператор бул, вызывается метод чек, вы можете чек сами вызвать вручную, а чек у нас проверяет контрольную сумму, если она совпадает, то он возвращает типа true и как бы ничего делать не нужно, commit не нужно вызывать. Вот, этот код позволит иногда как бы не тереть память флеш постоянно. Ну и все, в общем-то, дальше я просто мигаю светодиодом, поскольку задача будет показать, что это все меняется. Значит, тут еще одна вещь, я не буду сейчас на ней останавливаться, предлагаю использовать адресный светодиод, поскольку у нас пинов мало, вот, для того, чтобы его цветами и его миганием можно было, значит, статус работы нашего устройства показать. Вот, я, у меня по 106, вот, он имеет, я не знаю, тут видно, а, нифига не видно, ладно, потом увидите. Вот, у него есть 5-миллиметровый корпус матовый внешний, он выглядит симпатично, как бы, и паяется легко, он диповый, вот, и более-менее он там, ну, легко программируется. Значит, поскольку у меня есть P32-C2, у которого RMT не завезли, как у C3-го, да, то программировать его пришлось, ну, многодрыгом. И вот тут есть код, кому интересно, посмотрите, может он, конечно, ужасный, но, типа, работает, вот. Единственная проблема, что этот APA106, в частности, ну, скорее всего, большинство, точнее, некоторые диоды, они под 3,3 вольт работать могут нестабильно, но зато правильно программируются микроконтроллером. Если их запитать от 5 вольт, то, в частности, вот этот 106, он дулит. То есть уровня 3,3 вольта, который, значит, выдает микроконтроллер для его программирования, он не всегда на эти импульсы реагирует. Вот. Я вам даже в конце видео потом покажу. Поэтому, по идее, два варианта. Либо мы запитываем этот светодиод, значит, от 3,3 вольт и молимся, чтобы нам не попалась партия, в которой от 3,3 работает никак. Вот. Либо мы ее запитываем от 5 вольт и с помощью MOSFET и пары транзисторов, в смысле, резисторов, вот, делаем конвертер уровня, да, и тогда, как бы, у нас вообще все красиво, но, как бы, на схему добавляется еще ну, три элемента, как бы. В общем-то, мелочь. Я, в принципе, скорее склоняюсь к MOSFET с двумя резисторами. Вот. Ну, опять же, демократия. Потом будем еще голосовать, наверное, по некоторым компонентам, которые довольно спорные. Вот. Лепить плоские светодиоды адресные наверное, не самая лучшая идея, потому что, ну, когда корпус прозрачный, это да, нормально. Вот. Его посложнее запаивать, то есть, горячим паяльником его реально убить вообще ничего делать. Ну, вот. И, в общем-то, поэтому вот APA 106, на мой взгляд, хороший вариант. Вот. Он, конечно, не очень дешевый, но, опять же, не космически дорогой ни в коем случае. Пока корпус у нас, наверное, самая дорогая детальющая. Хотя БПшка тоже дорогая. Вот. Остальное все, ну, нормально, подъемно. То есть, таргет в полторы тысячи рублей на выходе, ну, наверное, уже можно немножко под сомнение поставить. Но, надеюсь, в общем-то, в этих рамках уложиться. Там полторы-две. А, ну, и тут я вот попытался с помощью прямого, ну, ожидания, как бы, циклов конкретно микроконтроллера с расчетом его тактовой частоты сделать задержки. Ну, и этот APA 106 работает. То есть, может быть, конечно, ну, не лучший вариант от критической секции. То есть, здесь приходится останавливать прерывания. Вот. Этот код сейчас мы ничего там, ни Wi-Fi, ничего не используем. То есть, возможно, как бы, начнет как-то влиять на более сложном. Ну, там уж по мере поступления будем решать проблемы. Вот. Опять же, вариант обычный светик одноцветный, да, и его там паттерны мигания будут показывать, что у нас и как. Так, вы видели, как работать, да, с этим, с параметрами. Давайте посмотрим, как они устроены. Класс очень простой. Значит, мало чего тоже использует. по большому счету, конструктор ничего не делает, деструктор вызывает end. То есть, поэтому нам нужно begin будет вызвать для начала работы с ним, но перед этим надо определить onClear, то есть, функцию, которую будет стирать. Потому что begin проверит сам контрольную сумму и вызовет этот clear, если, как бы, у нас какие-то проблемы. То есть, первый запуск, пустой флеш, да, либо разрушение во время записи. Вот. Тогда все обнулиться. Так. То есть, end заканчивает всю эту бодягу, чек проверяет контрольную сумму, также это оператор приведения к булу, то есть, if какой-нибудь там. Вот. Самая магия вся заключается в том, что переопределен оператор разоминования указателя. он возвращает указатель на параметр типовой и все. В общем-то, вот вся магия. С помощью clear мы можем очистить, ну, то есть, вызвать вот эту функцию, либо все занулить. Вот. Но она, после нее нужно commit все равно принудительно делать, она удаляет только все в памяти. То есть, как бы, она не запишет обнуление. Поэтому, если вы ее используете, после нее commit делаете. Вот. Commit у нас сохраняет принудительно, значит, все наши параметры во флэше. Рекомендую перед Commit сделать проверку чеком или приведение к булу для того, чтобы лишний раз его не делать. Вот. Сохраняется в NWS-блобе вот такая структурка. Тут есть сигнатура, ну, просто чтобы убедиться, что это не пойми чего там. Контрольная сумма 16-битная рассчитывается. И вот это наша структурка, которую мы передаем как параметр шаблона. Тут две статические функции для расчета CRC16. Почему они не члены класса? Ну, потому что это темплейт, то есть каждый его вызов будет создаваться новый экземпляр, как бы, ну, а тут они отдельно всегда. Ну, хотя, еще раз говорю, мы второй экземпляр этого класса никогда не создадим в здравом уме. Они, в общем-то, все равно работать не смогут пересекуться. Но в любом случае так, на мой взгляд, правильнее. Вот. Ну, чего? Открываем nvsopen. Что такое nvsopen? Вот non-volatile storage library тут все написано. Вот. Если у нас все хорошо, то читаем блоб с именем, который тут указан в константах. Вот. Если блоб не найден или же вызов чека, ну, то есть, контрольная сумма этого блоба прочитанного неправильная, то все очищаем. Вот. Если же у нас возникла ошибка либо с чтением блоба, либо с открытием nvs всего, вот, мы возвращаем ложь. n, соответственно, коммитит, если есть изменения, и закрывает вот этот хэндл nvs всего. чек смотрит совпадение сигнатуры с константой и контрольной суммы рассчитывая ее заново. clear обнуляет структуру, которую мы там храним у себя. Если существует метод для очистки кастомный, он его вызывает, передавая указательную структуру. И commit. Если у нас в принципе открыт nvs, значит сохраняем сигнатуру, рассчитываем новую контрольную сумму, сохраняем set blob nvs пишем ошибку, если что, возвращаем истину, если все хорошо. Вот и все. Как видно, это вот очень, на мой взгляд, удобно пользоваться, потому что вот я пишу конфиг там, да, и вот список всех полей, какие мне нужны. И они нормально, тут не надо ни к чему их приводить. Да, мы попадаем в итоге в область памяти, в которой эта структура и лежит. Вот, поэтому как бы никаких там двойного копирования ничего не происходит, то есть она у нас одно место занимает, да, и мы с ней работаем и на чтение, на запись. Вот, ну, в случае, я говорю, изменения, надо не забыть commit сделать. А вот, в общем-то, да, теперь давайте посмотрим живьем, да, а то я говорю, говорю, может оно не работает. Так, у меня сейчас подключена плата, она режим прошивки. Так, тут у нас есть, давайте мы сотрем флеш. Так, я выбрал com-порт, на который я, значит, прихожу. Так, отлично, соберем еще раз проект, собрано, теперь мы его загружаем, выбираем через ward, вот, все подключено, есть, теперь я запускаю монитор, вот, как видим, он у меня запустился на скорости 74-880, потому что я ее поправил в настройках. Так, и делаем перезагрузку платы. Тут у меня беснуется светодиод, к сожалению, пересвет, поэтому не видно, но на самом деле он, короче, типа управляется, да. Так, давайте глянем, что у нас происходит. Вот у нас тут выплюнул bootloader, вот, мы прочитали ssid psvd, pullntp.org, третий gmt, апдейт период 30 секунд, то есть то, что мы указали в умалчиваемых настройках, у нас все и так и есть, да, все замечательно, но это как бы ерунда, да, где доказательства. Берем, перезагружаем плату еще раз. Вот, вот она начала по новой молотить, но мы видим, что это все не изменилось, а ntp апдейт стал на 30 секунд больше. Еще одна перезагрузка 90, еще 120, ну и так далее. В общем-то, как видите, вот, это сохранилось, прочиталось и отработало. Ну, как бы, какие вам еще нужны доказательства. И давайте я вам покажу косяк с 5-ти вольтовым питанием. Так, я отключу платку и подам питание вот 5-ти вольт на АПА 106-ой. Больше ничего не меняю. Вот это красный, зеленый, синий, все как положено. Прямо какое-то скотство. Но если я его сейчас и опять красный, и опять зеленый, слушайте, эффект телемастера, честное слово, он сам себя делал, все время ерунда какая-то получалась. Ну, вообще, прям сказка какая-то. Ну, короче, поверьте, что есть проблемы подобного рода вещах. Вот. Ладно. Будем считать, что все-таки от греха мы левел шифтер в случае использования АПА 106-ого поставим. Вот. Один маленький мосфетик и два резюка нам, в общем-то, погода не сделает. Так, я буду плату делать в SMD 0805, потому что это дешевле, ну, как бы удобнее, хранить меньше вам этого брахла. Вот. Паяться паяльником это быстрее, чем дипы, я вам вас уверяю. Поэтому, если у вас советский топор, то, конечно, обзаведитесь нормальным паяльником, полторы тысячи какие-то стоят. В любом случае в жизни пригодится. И флюсом. Хотя для пайки SMD компонентов не всех. Флюс нужен, поэтому, в принципе, можно обойтись. И нормальным припоем. Сейчас начнутся вопросы, какой паяльник, советую. У Алекса Гайвера, нашего уважаемого человека, человечище, есть ролики и с выбором флюсов, и с выбором припоев, и паяльников. Там за вас все уже, как бы, все изыскания проведены, все ссылки есть. Так что милости просим к этому замечательному человеку. Ну, наверное, пока все, как бы, будем делать, я говорю, потихоньку. Наверное, следующий ролик это будет уже начало там схемотехники. Вот, схемотехника, я собираюсь использовать все пины, единственное, это XRX основные я использую для загрузки и для отладки, поэтому, как бы, еще раз повторю, там будет RS-485, вот, релешка, значит, будет GSM-модем C800-L, будет, вот, адресный светодиод все-таки и одна кнопочка на GPU-9, ну, для прошивки в том числе она будет применяться. Вот, таким макаром мы займем, а, извиняюсь, не, минуточку, да, ITC еще будет, конечно же, для подключения внешних датчиков, и будет OneWire, еще один пин для подключения OneWire датчиков. Вот, тогда, наверное, все. И вот на все это вот с трудом только хватает всех ног, которые есть на этом модуле. Вот, ну, наверное, все. Вот, будьте конструктивны в комментариях, пожалуйста. Ну, всем желаю творческих успехов, кому интересно, ждите следующих выпусков. До свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok